всем добрый вечер меня зовут елена ронина и мой канал называется елена ронина культ поход с писателем и сегодня понедельник по понедельника мы читаем рассказы вот из сборника культурной конфликт сегодня мы читаем третью часть рассказа или все-таки любовь о чем рассказ или маленькая повесть но о том что в семье академика и очень поздно родилась долгожданная дочь дочь в которой души не чаяли родители и дочь оказалась тоже вот очень способная и она учится на физическом факультете в мгу но внешне это абсолютно обычная девочка и когда у нее появляются кавалеры к сожалению кавалеры эти не столько девочкины сколько те которым понравилось что девочка живет в доме на котельнической набережной что папа у нее тот самый академик в какой-то момент родители об этом рассказывают естественно для девочки эта трагедия ну вот в общем естественно как все наши дети опять же приходит возраст когда у детей у наших появляется самостоятельность им хочется что-то нам доказывать и девочка самостоятельно уезжает в отпуск и приезжает из отпуска и говорит о том родителям что у нее для них есть очень интересные новости итак слушаем или все-таки любовь часть 3 сборника культурный конфликт елена ронина ой как же я по вас соскучилась родные вы мои мам и по твоему печенью соскучилась то не просто светилась от счастья ну ладно все по порядку его зовут юра правда красивое имя пап ну что ты молчишь таня юра это действительно прекрасное имя никто не спорит родители натянута улыбались надеюсь что кроме прекрасного имени им сейчас расскажут что-нибудь еще вот пап ну какой институт он работает на заводе пап ему 27 лет отслужил в армии морфлот три года нет но вы представляете танюша конечно представляем ты же знаешь я активно работаю с нашим заводом в троицке часто там бываю там работают очень уважаемые люди как можно более спокойно старался реагировать петр мария так и сидела с наклеенной улыбкой вот пап ты меня всегда понимал я знала ты дашь пройти мне свой собственный путь пап это блага благородно мамочку ну что ты молчишь танечка все хорошо но только ты еще не все рассказала мы с папой поняли мальчика мария михайловна запнулась зовут юра а что за семья завод интересно что могут производить в ялте рыбу что ли петь ты не в курсе мария михайловна с надеждой посмотрела на мужа таня рассмеялась увы но вы смешные рыбу да он не в ялте работает он из свердловска северная столица между прочим юра работает на машине строительном заводе нет мы все уже обсудили я заканчиваю институт и еду к нему тоже буду работать на заводе один прикладной физик в семье уже есть считай свой вклад в науку семья миллеров уже внесла я буду производственником как вам такая перспектива пап ну ты ж не против родителям не надо было даже переглядываться они все так же с напряженной улыбкой смотрели на дочь и надеялись что со стороны не видно шевелится у них волосы на голове или нет одно вроде утешало что-то татьяна проговорила про институт и про его окончание но дочь ты все как-то с конца мы с мамой от тебя рассказа про отдых ждем про ялту а ты про завод и потом тебе же учиться еще три года именно три года это вы правы столько ждать невозможно ты ни к чему я правда с юра еще не говорила но можно перевестись и туда в свердловске есть университет таня о чем ты говоришь ты учишься в московском университете главном вузе страны с этим не бросаются петр федосеевич скачал с места мари михайловна подбежала к мужу танюш ну что ты в самом деле но ведь это не завтра все будет все все успокоились наконец-то снова вместе почти месяц не виделись мы с папой так скучали давай по порядку что за турбаза была с кем жила чем кормили давай цыпленок все по порядку мари михайловна незаметно усадила мужа подлила ему горячего чая и села рядом не выпуская его руки из своей таня рассказывала про отдых часа полтора не останавливаясь было конечно там и про дворец слеводийские прай петри но прайору было больше и в основном эпитеты высокий красивый сильный надежды еще самый все это было еще и со словом самой родители пытались не терять спокойствие и слушать дочь как можно более приветливее и все думали откуда столько эмоций таня была всегда очень ровная и в отношениях и своих суждениях к таким же ровным отношениям она привыкла в семье и знала что это самое надежное и правильное и тут вдруг над себе вон оказывается какой огонь то внутри пылает а петр с мари думали что они знают свою дочь и они знали знали то что спорить с ней сложно запрещать нельзя ничего и никогда до всего должна дойти сама что делать она поедет свердловск мария краем глаза наблюдала за петром неужели и он готов отпустить единственную дочь и она видела что скорее всего готов боже что же делается на этом свете дни полетели своим чередом таня уже на два дня опоздала на занятия поэтому нужно было догонять переписывать договариваться о пропущенных семинарах дома вся семья собиралась поздно но изо всех сил все делали вид что ничего не случилось и все довольны сложившейся ситуацией таня загадочной задумчиво улыбалась петр федосеевич и мария михайловна сохранили спокойствие учить уже было некого и нечему чему могли уже научили а жизнь рассудит правильно или нет среди ночи семью разбудил звонок в дверь не понимая что произошло открывать дверь пошел петр федосеич мария михайловна выглядывала из дверей спальни вы собственно кому слышалось из коридора мария михайловна поняла что кто-то приехал и пошла навстречу нежданному гостю напротив ничего не понимающего и заспанного мужа стоял молодой человек а я к татьянке я ее жених мария михайловна и петр федосеевич ничего не могли понять со сна что какой жених и почему он здесь таня знала и не сказала этого точно не могло быть и потом этот молодой человек точно не может быть танином избранником во всяком случае если судить по его внешним данным так точно родители невесты не знали как себя вести что сказать жениха своей дочери они представляли не так не говоришь вообще о ком мечтали но даже этого конкретного юру а где же обещанный самый тот который высокий красивый не обыкновенный перед ними стоял ничем не примечательный молодой человек такого в толпе не приметишь взглядом на нем не остановишься среднего роста щупловатый шатен с уже немного поредевшими волосами и потом это татьянка они никогда не называли свою дочь татьянка но самое примечательное в нем было чемодан петр федосеевич и мария михайловна смотрели на этот чемодан не отрываясь и не потому что чемодан был каким-то особенным нет просто закрались смутные подозрения чего это он с чемоданом то петр федосеевич попытался взять себя в руки прокашлявшись он произнес танечка спит времени тут уж сколько может вы завтра утром зайдете хотя с утра она в университет очень рано уезжает вы знаете приезжайте вечером часам семи как раз к ужину будет очень приятно пообщаться а мне некуда идти я не знаю москве никого вот решил сюрпризом нагрянуть чтобы еще радостнее было родители стояли как вкопаны вкопаны и куда уж радостнее да вы как будто бы не рады парень явно не понимал почему никто не кидается ему на шею я жениться приехал или вы не в курсе петя мария михайловна застонала как от зубной боли ничего маша не переживай сейчас мы во всем разберемся видите ли молодой человек таня нам конечно рассказала что у нее появился новый знакомый и даже о том что существуют какие-то планы мы честно говоря не очень все это приняли всерьез да и знаете как-то времени особо на это у нас не было а чего же вы не приняли то я слово держать привык обещал жениться значит женюсь так чемоданчик то куда позвольте поставить петя уже не застонала практически вскрикнула мария михайловна на шум в коридоре и своей комнаты показалась таня что вы добрым людям спать не даете юра то не остановилась сначала не понимая что происходит и как ней ей отнестись ко всей этой ситуации это сон или это явь сначала было недоумение потом радость небывалая потом какое-то неудобство перед домашними все это бурей пронеслось на тариным лиц на танином лице она не знала как правильно поступить имеет ли она право сейчас броситься к новоиспеченному жениху или это может обидеть папу с мамой ситуации решил взять в свои руки пётр федосеич ну вот что милые люди поступим стало быть так сейчас 3 часа ночи завтра всем на работу в университет план действия предлагается такой юрий нужно наверное помыться с дороги постелит вам мари михайловна у меня в кабинете и всем спать вы молодой человек завтра поспите подольше мы свой распорядок простите изменить уже не сможем были не предупреждены с а вечером как я уже сказал в 7 часов встретимся и за ужином обсудим эту ситуацию но папа таня что-то хотела заразить ты что-то хотела сказать или я не прав в голосе отца было столько металла что-то не поняла спорить сейчас не нужно хорошо тогда до завтра и всем спокойной ночи уж какая то могла быть спокойная ночь хотя для одного человека она точно была спокойной юрий уснул сразу едва прислонился головой к подушке остальным жителям большой квартиры высотки этой ночью уснуть не удалось утром юрий проснулся от слепящего от слепящего глаза солнца сначала даже не понял где он и что случилось через какое-то время в проснившейся голове все восстановилось и юрий начал оглядываться по сторонам старинная мебель высокие потолки да и спит он не на кровати а на кожаном диване но просто как на картинке про дедушку ленина интересно вроде татьянка про такие красоты и не упоминала быстро одевшись он вышел в коридор на кухне суетилась женщина видимо танина мама доброе утро хозяйка бодро произнес парень маря вздрогнулась то ли от непривычного обращения то ли потому что она теперь всю жизнь вздрагивать будет доброе утро меня зовут мари михаловна завтракать сейчас будете или умываться сначала да нет умойся пойду у вас вон вода горячая у нас в общаге только холодная и вообще в хоромах живете это какие такие заслуги мари михаловна поджала губы решила не отвечать что говорить что это все заслуги папа академика нет уж пусть академик вот с этим парнем сам разбирается она так устала за эту ночь что не хотела уже не думать не придумывать а татьянка моя где его главное что делать нет ну что же делать маря начала тихо паниковать и главное петра нет рядом она так привыкла что вместе им ничего не страшно а сейчас что ей прикажете делать с этим странным молодым человеком может он вообще уголовник ходить что ли по квартире за ним чтоб чего не взял таня у них такая доверчивая вот жениха черт принес про такого не скажу бог подарил это уж точно ну что будущая теща готов к завтраку пардон мамой пока называть не могу не имею права что вы что вы и вообще давайте не будем торопиться завтрак на столе а потом я думаю вы может по москве пойдете погуляете что вам дом сидеть дело молодое да у вас такой дом что гулять никуда ходить не надо вот здесь гулять и буду но сначала подкреплюсь до богато живете ничего не скажешь скрыла от меня татьянка такое скрыла она жми как говорила я к тебе свердловск приеду а я проскинула мозгами ну и что она у меня свердловске то делать будет сам в общаге пока на очередь поставят пока комнату дадут намаялся яд привычный она хоть и жилистая у вас и не боится ничего а все равно жалко девку понятно что это все не про нее все равно огонь при этом юрий подмигнул маре михайловне то уже устала ухать и стонать видимо жизнь у нее дала осечку это теперь совсем другая жизнь будет кто этот человек почему он сидит на их стулья рассуждает тут про их с петьей дочь про их таню причем для него это все вопрос решенный что делать нет что делать неужели у тани с ним любовь хозяйка мне чемоданчик разобрать где мне полочку определите мария михайловна наконец очнулась и взяла себя в руки давайте договоримся меня зовут мария михайловна вас зовут юрий вещи вы разбирать не будете пока не придет татьяна поймите меня правильно я вас почти не знаю вы меня впрочем тоже вечером соберется вся семья и мы все решим кто где будет жить где вещи держать а сейчас будьте так любезны пойдите все таки погулять а то мне еще по магазинам и готовка а так я собраться с мыслями не могу если вам к примеру деньги на трамвай нужны так я вам дам про трамвай мария понимала что дала лишку это уже было от полного отчаяния ну как знаете антрамвай у меня и у самого есть рабочий класс как-никак обижаете и юрий неторопливо в раскачку направился к двери мария михайловна лихорадочно закрыла за ним дверь на все замки и плюхнулась на табурет прямо в коридоре не знаю про что думать в первую очередь почему ходит так странно может болеет ах да морфлот же господи господи может чемоданчик проверить пока нет никого ой да нет же все не то мария михайловна тяжело поднялась и побрела в спальню достала заветную иконку и стала молиться конечно муж знал и про тайное место где иконка хранилась и про эти мариной молитвы шепотом только он на это закрывала глаза когда к богу жена обратилась после рождения дочери и где-то петр даже завидовал ей вот у мари есть такая возможность а у него у него никогда не будет с богом то оно как-то легче ну вот давайте мы дочитаем все таки в следующий раз вот такой рассказ или все таки любовь ну как правило нам редко нравятся избранники наших детей наших дочерей сыновей нам всегда кажется что они явно заслуживают что-то большее чего-то большего и мы видим что здесь встречаются совершенно разные люди мало того что они разные они разные социальных слоев разные города разное воспитание разное образование могут ли такие люди быть вместе вы знаете я очень часто и себе задаю такой вопрос и по жизни задаю такой вопрос всем и в своих книгах я ставлю эти вопросы возможно ли это будут ли ну возможно понятно что все но будут ли счастливы такие люди потому что в любом случае кому-то надо тянуться либо вот одному надо подниматься на ступень наверх либо второму чуть-чуть спуститься вниз будет ли такая семья счастливая правильно ли это правилен ли такой союз но вот в следующий раз я думаю что мы уже дочитаем нашу повесть а пока я была рада вам всем и видеть на своем канале подписывайтесь на мой youtube канал на мой телеграм-канал там как мне кажется тоже много всего интересного до новых встреч ваша елена ронина всего вам доброго еще один поделом 5 1 плюс 3 5 Пороле 6 6 7